вот смотрите чтобы теперь у меня получился новый лучик я набираю серебристую и между этими двумя бисеринками набираю еще пару вот таким образом дальше плетем опять серебристыми бисеринками новую делаем серединку и опять серебристыми поэтому тут понятно что я делаю особых объяснений здесь вот как бы не надо опять здесь формируем новый лучик из двух бисерин также серебристым опять и И так далее. И сейчас мы с вами последний раз наберем парные на наших лучиках. Вот этих длинных первых парные бисеринки и плетем дальше серебристым бисером. Выходим в первую бисеринку центрального лучика и уже здесь мы закрываем этот лучик, набирая крупную бисеринку. Вот таким образом. Плетем дальше серебристым бисером. Упс! Мы сошли здесь в бисеринку лучика. Так. Чуть-чуть запутались. Как видите, ошибаться может любой человек. Даже опытный, казалось бы, да? Вот никто не застрахован от ошибок. Вот так мы сейчас по серединкам добавим везде вот такую бисеринку крупную. А основные лучики пока что продолжаем парными бисеринками. Крупную бисеринку добавляем. Крупную бисеринку добавляем. Оформляем третью сторону. Ну вот я прошла уже по трем сторонам. И теперь, когда я вышла вот здесь в первую бисеринку моего лучика, я набираю уже крупную бисеринку, выхожу во вторую бисеринку лучика, набираю две бисеринки 15-го размера и захожу. Вот смотрите, у нас здесь три бисеринки серебристые. Я захожу в центральную, мы начинаем сейчас вот немножечко собирать нашу оплёточку, да? Будем всё подтягивать вот таким образом. И опять будем стараться, чтобы наши бисеринки ложились над предыдущим рядом. Вот таким образом. Снова две бисеринки. Две бисеринки 15-го размера. И захожу в центральную вот здесь крупную бисеринку. Вот так у нас подтянулось немножечко. Две бисеринки. Упс. Две бисеринки. И заходим в центральную из трёх серебристых. Две бисеринки. И заходим в первую, от лучика, в первую парную. Крупная бисеринка. Выходим во вторую парную. Вот так у нас начинает немножечко изгибаться наша работа. Две бисеринки. Центральную серебристую. Вот видите, как у нас изгибается. Две бисеринки в центральную крупную бисеринку. Если вы сами немножечко будете изгибать, вот так вот, в принципе, ваши бисеринки всегда будут ложиться на ту сторону, как надо. Две бисеринки в центральную серебристую. Две бисеринки. Две бисеринки в первую пару, от лучика. Крупная бисеринка. И последнюю сторону закрываем. Вот видите, как уже изгибается вот наша работа. Дведь, д Balюска. Два бисеринка. С遊戲-проф比е. Два. и последняя пара я выхожу бисеринку предыдущего ряда и вот первую крупную как у мы набрали в этом ряду вот так поправили вот то что у нас сейчас получилось видите вот такая вот интересная штучка это еще не оправа но все таки уже вот смотрите что мы сделали для нашей капельки вот это то что у меня получилось для нашей капельки конечно это пока что вот ну не совсем оправа вот как видите ничего нашу капельку здесь держать не будет мы переходим к процессу стягивания вот сейчас мы начнем между нашими крупными вот этими бисеринками набирать набор бисер 10 размера или если у вас будет тоха 11 размера биконус и бисеринка и будем проходить по между крупным бисером вот таким образом хорошо подтягивая бисеринка биконус бисеринка следующую крупную бисеринку бисеринка биконус бисеринка следующую крупную бисеринку и хорошо подтягиваем видите как наши уголочки начинают заворачиваться бисеринка бисеринка биконус бисеринка и так по всем бисеринкам крупным мы должны пройти вот смотрите как у нас наша оправа уже завернулась вот таким образом вот таким образом вот видите что уже у нас получилось давайте пока мы вот это сильно не закрепили мы возьмем сразу установим нашу капельку сюда вот таким образом чтобы наш уголочек от нашей капельки вот заходил в одну из таких вот вершин загнутых и сейчас смотрите у нас все таки вот здесь есть упс есть вероятность что наша капелька будет выскакивать если мы вот не закрепим вот этот краешек да где широкая сторона нашей капли поэтому я прохожу по моему набору какой мы сделали до крупной бисеринки хорошо сейчас подтяну и вот здесь мы поставим еще одну крупную бисеринку немножко конечно форма у нашей капельки меняется от того как она закрывается но опять таки это в целом форма вместе с оплеткой будет выглядеть именно так как будто это капля вот я набрала крупную бисеринку и прохожу сейчас по кольцу по всем этим по всему последнему ряду вот таким образом хорошо подтяну чтобы у меня нигде не выглядывала леска чтобы у меня нигде не выглядывала леска двигаемся по всем бисеринкам какие мы только что проходили бисеринки последнего ряда чтобы мы закрепили вот этот краешек хорошо и у нас ничего не расползалась если надо пока что вы не затянули хорошо немножечко проверните свою работу вот видите у меня здесь немножечко леска просматривается сейчас мне это не нравится поэтому мы будем стягивать здесь все хорошо вот так пока у нас этот недостаток не уберется и выходим до бисеринки какая у нас в принципе было вот здесь крупная начальная вот смотрите я набираю бисеринку десятого размера и захожу сейчас в дополнительную какой мы набрали то сделаю вот такой вот крестик на этих двух бисеринках и смотрите теперь я хочу практически в принципе вот эту сторону заканчивать поэтому я выйду вот таким образом в первая крупная бисеринка изначальная не не вторую какую вот мы набрали уже чтобы стянуть этот край а в первую бисеринку и набираю крупная бисеринка биконус 4 миллиметра крупная бисеринка и бисер десятого размера или 11 тоха и вот здесь у нас проходит вот этот лучик вот этот лучик крупный и смотрите первые две бисеринки я пропускаю и захожу во вторую бисеринку подтянем хорошо и по парной бисеринке вернемся назад то есть вот таким образом мы выходим опять в ряд который мы заканчивали вот здесь крайний и опять будем двигаться по этим бисеринкам и и двигаемся снова по нашим крайним бисеринкам дойдем до вот центральной на нашем кристалле бисеринки и сделаем здесь уголочек оформим красиво уголочек чтобы у нас он остренький получился я выйду в бисеринку вот в первая бисеринка у нас здесь тоже лучик вот идет выходим в бисеринку набираем крупную бисеринку и выходим по парной тоже в этот лучик по парной бисеринке вот таким образом то есть мы вот такое вот колечко сделали и сделали такой остренький носик двигаемся дальше по нашим крайним бисеринка и дойдем вот до параллельной вот этой вот сюда крупная бисеринка чтобы мы здесь тоже оформили вот таким образом наш край выходим в первую бисеринку лучика и точно такой набор делаем как с этой стороны то есть бисеринка десятого размера бисеринка восьмого размера биконус бисеринка восьмого размера и заходим вот в бисеринку центральную вот таким образом мы оформляем поправим чтобы у нас симметрично все здесь лежало вот таким образом оформили мы нашу капельку и теперь нам остается только сшить с верхней частью нашей сережки это мы делаем следующим образом пройдем вот чтобы у нас здесь немножечко закрепить вот по этому набору мы вернемся и затем вот видите что я делаю я выхожу по парным бисеринкам вот чтобы такое колечко сделать чтобы мне опять сюда выйти и лишнего лишние лески не было видно я пройду вот таким колечком и вернусь опять в эту бисеринку мне кажется до сих пор вот то что мы делали было достаточно просто вот здесь немножечко чтобы не запутаться вам и опять возвращаюсь в бисеринку какой мы только что набрали чтобы можно было уже соединять с верхней частью нашей сережки вот она наша верхняя часть мы сейчас просто-напросто вот смотрите соединяем с помощью крестика набираем бисеринку десятого размера заходим еще одну бисеринку десятого размера и закрываем наш крестик еще раз пройдем по нашему крестику и можем прятать в принципе нашу леску в бисере обязательно надо пройти пару раз по этому вот соединению по этому колечку чтобы у нас так как нижняя часть будет подвижной чтобы она все-таки не обрывалась немножечко здесь вот так аккуратненько вот пожалуй мы сейчас уже будем делать узелочки и прятать нашу леску ну в принципе наша работа вот закончена и выглядит вот так вот наши сережки к нашему комплекту я решила назвать этот комплект джозефина и в принципе на этом мы могли бы закончить наш урок хочу несколько вот слов сказать по поводу того как я соединяло здесь наши элементы если видите у нас здесь есть бисеринки вот эти центральные я вокруг этой центральной бисеринки делала вот такое колечко из бисеринок 15 размера и биконусов 2 миллиметра а по краям проходила вот по моему бисеру и подсоединяла с помощью бисеринки 15 размера и биконуса 4 миллиметра вот таким образом но это соединение обязательно должно быть за нижнюю часть нашего элемента так как вот он имеет вот такой объем и если мы будем соединять за верхнюю часть то он не сможет вот так изгибаться то есть и только за счет того что наши наши соединение идет по нижней части браслета он изгибается совершенно свободно без проблем ну это то что я хотела вам сказать по поводу соединения вот этих элементов в браслете ну в в колье немножечко другое соединение то есть нижнюю часть я соединяла более крупными биконусами верхнюю часть чтобы мое колье изгибалась мелким с помощью мелких биконусов но опять-таки находила и центральную часть вот соединяла с помощью бусины рундель но опять-таки это метод соединения вы можете сами для себя найти главное увидеть за какие бисеринки вы можете это соединение выполнить и так наша работа наш мастер-класс на этом можно заканчивать если вам понравилось то что мы сегодня с вами делали можете подписываться на наш канал чтобы получать новые мастер-классы